В Усть-Каменогорске действует школа здорового сердца. Этот проект был учрежден в реабилитационном центре, где находятся пациенты, перенесшие инфаркт миокарда и кардиохирургические операции. Профилактика – важнейший инструмент для поддержания здоровья, говорят специалисты. В школе здорового сердца для пациентов проводят мастер-классы. На одном из них побывал наш корреспондент. Владимир Белянин дважды перенес инфаркт миокарда и один раз инфаркт мозга. После операции он восстанавливался в реабилитационном центре. Потом продолжал заниматься восстановлением здоровья дома и разработал собственный комплекс упражнений для укрепления мышц, а также методику массажа для улучшения кровообращения. В самом начале ему тяжело давались физические нагрузки. Даже пройти 10 метров без одышки представлялось невозможным. Но сейчас 91-летний дедушка бодр и энергичен и даже делает по 25 переседаний. О своих методах реабилитации пенсионер рассказал слушателям на мастер-классе. Здесь в основном лечение, занятия спортом, массажи. Ну, собственно, таблеток дают мало. Значит, в основном вот эти. Я для себя выработал упражнения. Так, чтобы после сна работали все органы. То есть кровь проходила ко всем органам. И не только упражнения, и массаж всего тела. 25 раз. Вот, ну-ка, попробуйте. Попробуйте. Видите, одновременно сжимаете. Врачи ставят в пример Владимира Белянина и советуют другим пациентам никогда не опускать руки. Ведь в 91 год пожилой мужчина не только поборол последствия тяжелых заболеваний, но и с удовольствием занимается спортом, ухаживает за огородом и наслаждается долгими прогулками. Пациенты, которые сейчас находятся на восстановлении, с интересом слушали историю Владимира Белянина и восхищались его стойкостью. А врачи отметили, что многое зависит от самого человека, его силы воли и мотивации. Врачи-реабилитологи назначают им процедуры, такие процедуры, как лазеротерапия, физиотерапия, массаж, проводится лечебная физкультура. Также группа психологов проводится индивидуальное занятие с каждым пациентом по поддержанию психологического, эмоционального состояния пациента. В школе здорового сердца планируют проводить подобные мастер-классы как можно чаще. Ведь счастливые истории вдохновляют пациентов на свершение и дают возможность преодолеть любые препятствия на пути к выздоровлению.